Хитростями до магнетизма, счастья, любви не добьешься. Но тогда скажите, как достичь его. Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 2 часа дня. В прямом эфире передача «Формула семьи» с Натальей Власихиной и Алексеем Власихиным. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, вот мы сегодня с вами после небольшого перерыва и сразу с такой животрепещущей, горячей темой. Да, тема сегодняшнего разговора – как общаться с пожилыми родственниками, родителями и как сделать так, чтобы это общение было приятным и взаимным, и приносящим радость, а не только, может быть, гнев и раздражение. Потому что, если говорить о консультативной практике, то это нередкий запрос людей, когда они приходят, о том, что не получается, не получается с мамами, папами. Всегда с кем-то не получается. Не получается с детьми, не получается с мужьями-женами, не получается с братьями-сестрами и не получается с родителями. И не получается с родителями, да. Просто чуть-чуть по-разному не получается. Да, совершенно верно. И не получается с родителями тогда, когда родителям уже много лет, а их ребенок уже тоже сам может, уже скоро станет бабушкой, дедушкой и все равно может не получаться. Это правда. Да, и вопрос, собственно говоря, обращенный сегодня ко всем нашим слушателям следующий. Почему бывает сложно общаться со своими пожилыми родителями? У меня слово пожилые почему-то всегда напрягает. Как-то кажется, оно не политкорректным. Ну ладно, мы о технических моментах еще поговорим. Итак, почему бывает сложно общаться со своими пожилыми родителями? И если вы общаетесь с ними, для вас это приятное время или, скорее, чувство долга? Вы общаетесь потому, что надо или потому, что хотите? Да. Вот вопрос, который мы хотели бы сегодня поднять в нашей передаче. И, собственно, тот вопрос, который мы обращаем, друзья, к вам. Звоните нам, пожалуйста. Мы будем очень рады вашим звонкам и сообщениям. Телефон на прямого эфира 8 800 333 17 06. 8 800 333 17 06. И также вы можете писать сообщение на вайбер и ватсап. Плюс 7 977 850 0996. Сайт teos.fm, кнопка «Слушать эфир», нажав на которую вы увидите всплывшее окошко, в котором можете написать нам сообщение. И мы его сразу увидим у себя на интернет-пейджере. Ну что, тогда давай начнем разговор. Сразу, как это? С места в карьер, да? С места в карьер, да. И все вспомните, из карьера куда-то там. Ну, в общем, да, с места в карьер сразу двинемся. Хотел сказать, с корабля на бал, но нет, это не подходит в данном случае. Да. И, знаешь, вот трудности общения с пожилыми родителями и вообще с пожилыми людьми во многом, ну, на мой взгляд, я размышляла на тему сегодняшнего эфира. И мне кажется, намного связано вообще отношение к старости и вот к пожилым людям в принципе. И сейчас, ну, и вот ты тоже, наверное, читал, получила движение, что пожилые люди, они начинают бунтовать против вот такого к ним отношения, когда говорят, ну, все, списали, то есть уже никому не интересно. Ну, отношение медицины – это вообще другой вопрос. Но сейчас наблюдается вот это движение, когда пожилые люди начинают вести более активную жизнь, даже чем в молодости, ну, вот когда выходят на пенсию. Ну, и здесь важно что понимать, что мы живем, вообще Европа, в большей части Россия тоже разделяет этот тренд, совсем он катастрофически выглядит, например, в Японии. Тренд состоит в том, что мы живем все в более и более стареющем обществе. Да, да, да. То есть так как рождаемость небольшая, продолжительность жизни, ну, даже у России сравнительно неплохая, ну, и Мидусу там, если сравнивать с какими-то предыдущими эпохами. А когда-то там в древности пожилой человек, доживший до Сидина, это ура, гу, там, герой, он как-то прошел через все. Таких людей было немного, они были особенно почитаемы. Сейчас мы живем в обществе, где людей зрелого возраста, так это вот политкорректно называется. Да, людей зрелого возраста. Достаточно много, достаточно много. И они в процентном отношении, по-моему, в Питере, если я не ошибаюсь, больше половины населения людей, которые в пенсионном возрасте. Да, и здесь очень важно, что отношение меняется. То есть, да, еще есть это отношение, что, например, после определенного возраста уже сложно устроиться на работу. Кстати говоря, по этим критериям мы тоже с тобой скоро пожилыми будем уже. И масса ограничений. Но при этом, как я вот уже начала говорить, сами пожилые люди, люди зрелого возраста, они заявляют о себе как о людях, которые есть, у которых есть интересы, у которых есть жизнь, и даже она интересна и для них. И они осваивают что-то новое. И я смотрела публикации, где рассказывалось о пожилых людях, которые изучают иностранные языки, идут учиться в университете, осваивают современные технологии, извините за сленг, подсаживаются на них, не хуже там подростков, играют в компьютерные игры, путешествуют очень активно. И не только пожилые люди из Европы, но и наши, вот была в соцсетях, там публикация про бабу... Маню пусть будет. Маню, да, которая вот в очень преклонном возрасте вот копила деньги и объездила чуть ли не весь мир. И там ей помогали, и были фотографии, и ее активность, конечно, восхищает и заслуживает уважения. Ну, правда, сам факт, что она таким образом обратила на себя большое внимание, говоря о том, что все-таки это скорее исключение, чем норма. Да, да. Но если, скажем, Санкт-Петербург, где мы живем, и откуда сейчас идет наш эфир, это город туристический. И сюда приезжает очень много туристов со всех концов земли. И действительно, стоит обратить внимание, бросается в глаза доминирование людей от того самого зрелого возраста среди иностранных туристов. Да, да. И мне говорили, что это так и есть. То есть, вначале человек, есть два вида туристов, или студенты, ну, потому что им ничего не надо, они там, в общем, только бурка, казаку во степи подруга, только бурка, казаку во степи жена. То есть, что-то там под голову положил, где-нибудь все нормально, переночевал. Или уже, а потом работа, дети, все такое, а потом уже человек выходит в тот самый зревой возраст, на пенсию, и теперь можно поездить в мир, посмотреть. И на Западе еще такая реальность, что и денежек поднакоплено. У нас с этим как-то те, которые путешествуют с маленькими детьми. Ну, это уже отдельная группа. Да, это отдельная категория. Да, да, да. Итак, ну, смотри, вот если мы говорим о том, что да, есть динамика, отношения меняются, сейчас пожилой человек это не ископаемый такой зверь, который сумел как-то дожить, не умерев там от чумы, от цинги, еще от всяких таких нападок средневековых. А сегодня это норма. Мы живем действительно в обществе, где очень много людей в процентном отношении, говорю, там, по-моему, по Петербургу статистика официальная, по крайней мере, больше половины населения это пенсионеры. Это очень большой процент, прямо скажем. Я разговаривал там с ребятами из Японии как-то на одной встрече, и они говорят, что у них вообще это просто, то есть одна из тем, которая широко обсуждается в обществе японском, это вот темы, связанные с похоронами. Представляете? То есть вот похоронная тема, она, вот у нас в основном все-таки, если ток-шоу включаешь на телевизоре, там всякие там золотокудры и прочие, юноши, девушки, розовощеки, а там достаточно дебатируемая какая-то, дискуссионная, считается, хорошая тема для разговора, это вот как у тебя будет с похоронами весь этот процесс выглядеть. Я думаю, что если так же останется, как сейчас у нас, и до нас все эти темы неизбежно докатятся. Ну, вот мы с тобой озвучили эту тему, и мы ведем разговор с точки зрения нас, как детей, которые общаются с пожилыми родственниками, пока мы себя не идентифицируем с ними. Скоро, скоро, все будет скоро. Да, да, да. Слушай, ну вот... Ну, да, и тут я хотела обратить внимание, что посмотреть на этот вопрос, как себя чувствует пожилой человек, то есть с какими сложностями и с какими, ну вот, именно с какими чувствами, эмоциями, какими мыслями он вот проживает вот этот период. Да, кстати, если нас слушают люди как раз такого зрелого возраста, то, пожалуйста, тоже можете поделиться своими ощущениями. Как вы думаете, почему бывает некий дискомфорт в общении с, не знаю, со своими детьми? Знаешь, вот интересно такое, что я... Да, и сейчас я добавлю... Извини, пожалуйста, давай я договорю. Я обращаюсь вот к радиослушателям зрелого возраста. Пожалуйста, мы говорим о том, приятно-неприятно общаться с пожилыми, а, пожалуйста, вы звоните, пишите, приятно ли, неприятно вам общаться со своими детьми, вот уже взрослыми. То есть это же обоюдный процесс. Да, я просто... Что вспомнил-то, когда мы с тобой начали говорить о теме этого эфира? Когда я был маленький, ведь когда ты маленький, проблемы в общении с бабушками и дедушками нет. Нет, конечно. Ты же для них все. Да, да, да. Что может быть приятнее, чем приехать к бабушке или дедушке? Там для тебя все, все для тебя. И поэтому таких каких-то серьезных вопросов не возникает. Наши тоже родители, когда приезжают и общаются с нашими детьми, кажется, какие-то другие люди. Где вот та мама, которая нас с братом-младшим в общем-то, как-то сказать, дисциплинировала, направляла нас на путь истинный. А сейчас же смотришь, она в каком-то режиме вседозволенности со своими... Завидуешь. Ну, это вообще, да, там она... Все, что там не захотят деточки, все, они могут на любую авантюру пуститься, и бабушка только поддерживает. И даже с неким огоньком, энтузиазмом, я бы сказал. То есть проблема где-то возникает именно тогда, когда ты уже из условно-детско... То есть не в общении с бабушками и дедушками твоими, а скорее со своими собственными родителями, когда ты уже выходишь сам в состояние родителя, уже у тебя своя отдельная жизнь, ты как-то сам строишь ее, и вот здесь возникают какие-то сложности уже в коммуникации. Я это первый раз почувствовал, когда, ну, не совсем в полном масштабе, естественно, и так только ситуативно, на мгновение, когда начал жить в другом городе, в общежитии, и уже возвращаешься, и ты понимаешь, что ты уже вот из мирной жизни твоих родителей исключен, ты гость, да, ты все равно уже приезжаешь как гость, там есть какая-то жизнь, которая течет без тебя, и что самое интересное, у тебя есть твоя собственная жизнь, которая тоже течет без них, которая тоже течет без них, и вот тут начинают возникать какие-то неожиданные столкновения, потому что ты как-то пододвык, что тебя контуют, что тебе говорят, куда вставать, зачем идти, что делать, ты вроде бы уже как-то рассчитываешь сам принимать решение в этих вопросах. Да, и такая двойственная роль, ты их ребенок, но ты уже не ребенок, и с пожилыми родителями, когда... Может быть, начальник где-нибудь, на работе, Действительно. А сразу мне, знаешь, еще вспоминается шутка, что там надпись была, мама позвонила на работу, сказала, что через полчаса забежит, быстро побежал мыть все кружки и прибирать бумаги на столе. Вадим, директор корпорации, там, в 40 лет, поэтому да, тут. И когда семья находится вот на этой стадии, когда есть пожилые родители, и они уже, например, очень пожилые, они начинают болеть, то источник конфликтов в том, что действительно иерархия смещается. И если раньше они были те, кто так или иначе возглавлял эту семью, вот эту систему, то сейчас ситуация меняется. И пожилые люди часто с этим не согласны, с тем, что, как в том фильме, власть переменилась. То есть уже им сложно, и это связано со здоровьем, это связано с ограничением возможностей, ну, если таковые есть. И детям сложно, потому что действительно они уже начальники, они уже... Ну, как минимум, в своей собственной жизни или в своей семье. Да, да, и опять же у них взрослые дети. Ну, здесь ещё очень важный вопрос, как живут совместно или нет. То есть это очень важный вопрос. Это не то слово. Да, но при этом, при этом часто родители стараются сохранить за собой вот это последнее слово, возможность последнего слова. И вот эти конфликты, они обостряются. Это один момент. А второй момент, то, что пожилой человек, вот личность, она в этот период переживает определённое подведение итогов. Оно такое вот не на пять минут, не на полчаса. Это вот некий процесс. Это вот когда пожилой человек вспоминает прожитую жизнь, оценивает её. И вот в конце жизни вообще подводит такой глобальный итог. То есть вот я прожил хорошо или... Не очень. Не очень, да. И вот это очень влияет на эмоциональную составляющую. Ну, ещё бы. Я сейчас... Ты начал эти фразы произносить. Я так на свою жизнь окинул и сразу как-то начался лёгкий приступ паники. Итак, ну, мы пожилого человека определили, как того, у кого есть взрослые сыновья, дочери, которые уже живут самостоятельной жизнью или, по крайней мере, могут жить самостоятельной жизнью, скажем так. Да. И когда вот пожилой человек подводит итоги, плюс достаточно болезненно воспринимаются ограничения, связанные с именно возрастом, физические ограничения. И вот слыша, например, то, что говорит моя мама или там твоя мама говорит, говорит, что душа-то молодая и очень неприятно осознавать, что тело не слушается. То есть ты вроде как-то вот приготовился... И горбы свернуть. И горбы свернуть, да. А никак. И это тоже радости не прибавляет. Я сейчас вспомнил, разговаривал с одним очень интересным тоже пожилым человеком. Он всю жизнь был преподавателем и сейчас ещё является преподавателем. И он говорит, говорил мне, вот, Лёша, слушай, когда я был помоложе, думал, какая пенсия? Ну, как можно говорить о пенсии? Столько всего интересного можно сделать, переделать. Ну, как можно уходить куда-то на покой? И, значит, так посмотрел на меня грустно, прям мне чуть-чуть стало неловко. А, знаешь, а сил-то уже нету. Это тоже, это тоже влияет, это тоже оказывает какую-то оценку. Итак, дорогие друзья, в прямом эфире передача «Формула семьи». Мы сегодня говорим о том, какие сложности возникают в общении с нашими пожилыми родственниками. И вопрос, обращенный ко всем нашим слушателям, состоит в следующем. Почему сложно, почему бывает сложно говорить со своими пожилыми родственниками? Когда вы с ними общаетесь, это для вас долг, или вам действительно хочется с ними поговорить? Ну и наоборот, если нас слушают люди как того самого зрелого возраста, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями, какие возникают сложности в общении, в коммуникации у вас. Напоминаю, телефоны прямого эфира. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же и не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также можете писать нам сообщение на сайт teos.fm кнопкой «Слушать эфир» и там во вспышем окошечке вы сможете написать сообщение для нас. И у нас есть номер для вайбера и ватсапа плюс 7 977 850 099 96 плюс 7 977 850 099 96. Почему вам бывает сложно общаться с пожилыми родственниками? Итак, мы говорим о том, что же можно предпринять, как можно построить отношения, что можно сказать, чтобы это общение приносило все-таки радость и было удовольствием для обеих сторон. И один из таких моментов, аспектов – это проявление инициативы и в общении, и в жизни пожилого человека. Что я имею в виду? Вот однажды я читала историю про одну журналистку, это у нее бабушка, причем бабушка там за 90 лет, она сидела дома большей частью, но при этом с глазами все было хорошо. И, соответственно, этой бабушке, как, кстати, всем большинству пожилым людям, если они ничего не предпринимают, не хватало общения, и пожилой человек, и она в том числе оказалась вот в такой вот некой изоляции. Кстати, вот для пожилых людей это становится, во-первых, травмирующим фактором, это раз. И второй момент – это если у человека социальная изоляция, то он становится уязвим для всякого рода мошенничества. И эта внучка, журналистка, она взяла и купила бабушке компьютер, научила ее пользоваться и интернетом, и компьютером, и стала просить ее совершенно серьезно ей помогать, помогать работать с текстами, находить нужную информацию. И, соответственно, бабушка была счастлива, потому что, во-первых, она была занята в это время, а во-вторых, потом ей нужно было перед внучкой отчитываться, что она нашла, что она сделала. А пожилые люди, они обычно очень прилежные ученики. Вот была знакомая преподавательница английского, и она, говорит, у меня была ученица, ей было 95. И говорит, что… Ну, это когда у меня было очередное изучение английского языка, и она вот в нашей группе на нас ругалась, и она говорит, что вот она по сравнению с вами домашнее задание делает прилежнее, чем вы. Я вспомнил сейчас один из самых, опять же, высоких уровней жизни и продолжительности жизни в Японии. И тоже были разные исследования, с чем это связано. Ну, конечно, много морепродуктов, какие-то прочие факторы, но один из них носит психологический характер. Говорят, в Японии, я читал об этом в нескольких статьях, практикуют такую вещь в корпорациях. Там вообще жизнь человека очень сильно связана с корпорациями, японцы, такой достаточно коллективистский народ. Так вот, там есть специальная должность, а я не знаю, конечно, как она называется по-японски, примерно следующим образом она звучит. Или даже как звучит, не скажу, как выглядит. То есть человек приходит пожилой, и просто он садится за свой стол. Все работают, а он сидит у себя за столом. И бывает, к нему кто-то подойдет, она, по-моему, что-то за чашечкой кофе, как так называется. То есть он сидит там, кофеек попивает или чаек, что ему больше нравится. Но с народом. Но с народом. И, во-первых, смотрит, как народ работает, а может кто-то за советом подойдет. Отлично. И вот возникает такая коммуникация, и говорят, действительно это влияет. То есть человек себя чувствует нужным. Да. Он не выпихивается сразу, он, может быть, действительно уже не так эффективен с точки зрения освоения новых процессов. Но, тем не менее, у него есть опыт, и как-то любопытно идут корпорации на такую трату, на некое дополнительное расходование средств, чтобы человека оставить включенным в рабочий процесс. И это, судя по всему, приносит какие-то плоды для всей организации, для других людей в том числе. Да. И вот эта журналистка, бабушка, устроила ей вот такую работу. Бабушка была счастлива. И если говорить тоже о результатах исследований, то чем пожилой человек более активнее интеллектуально и социально, тем действительно он дольше живет. Это правда. И, например, ну и плюс физически, конечно. Вот, например, моей бабушке сейчас, она живет в сельской местности, ей 92 года. И вот она до сих пор, ну, как мне родственники сообщают, она еще порывается там как-то ухаживать за садом, огородом. Картошечку посадить, окучить. Да, да, да. Ну, то есть, есть вот эта активность. У меня ощущение цели, задач каких-то. Да, цели, задачи. И вот со стороны детей очень важно, во-первых, проявлять вот эту инициативу и в общении, в каких-то ритуалах заботы, каких-то совместных посиделок, ответственности. То есть, чтобы пожилой родственник не оказался в режиме социальной изоляции, в режиме коммуникативной изоляции, что вот позабыт, позаброшен. А чтобы и обычно пожилые тоже начинают звонить, и если они, например, видят какую-то там степень раздражения, потом они стараются делать это реже. А тут очень важна вот эта инициатива. То есть... А инициатива в смысле со стороны... Да, со стороны детей. И в коммуникации, и, может быть, в каких-то, как я уже сказала, знаках внимания, ритуалов любви. И это не про вещи, скорее, а про общение, отношения, про какие-то именно идеи, мероприятия. Так, чтобы здесь охватывало вот на примере вот этого вот, о чём я рассказывала вот этой журналистке. Да, я помню, когда тоже, сейчас вспомним, вспомним про бабушку, приезжал к ней в гости, помню, нужно было достать что-то со шкафа. И бабушка мне говорит, ты табуреточку-то подставь. Я говорю, бабушка, что ты думаешь, я такой глупый, не соображаю, что нужно табуретку поставить. Она говорит, да я просто ведь хочу помочь советом. Я, да, она, собственно, я потом подумал, ну а чё мне сложного услышать её, этот совет. Понятно, он банальный, понятно, он в данном случае самоочевидный, но вот, а она как раз к тому времени уже была частично парализована, то есть не могла полноценно ходить. Для неё это участие, это участие в каком-то процессе. Да, это участие в процессе. Также следующий момент, о котором хотелось бы сказать, это, понятно, человек с возрастом, может быть, характер становится не таким хорошим, и возникает много раздражения. И, как я уже сказала, раздражение может быть в характере не потому, что человек плохой, а потому что он может переживать свои какие-то вопросы, плюс раздражение может быть от плохого самочувствия физического. И от того, что... Ну да, когда у нас там что-то болит, мы раздражаемся, а у человека в возрасте бывает постоянно что-то болит. Да, да, да. И вот здесь есть такая тенденция, ну и об этом я слышу, и где-то и сама ловлю, начинает перевоспитывать пожилого человека, что надо вот так, надо, ну это всё со своей колокольни, что надо вот собраться, надо как-то... А на самом деле здесь вот как раз принятие и его, и его ситуации, и его возможности, и его действительно, что это так, это вот наилучшая стратегия вот в этих отношениях. Да, есть такой фильм «Вторая жизнь Уви», шведский фильм про пожилого человека, и там интересно, фильм состоит из двух частей. С одной стороны, мы видим такого раздражительного, ворчащего всё время шведского дедушку, с другой стороны, мы видим историю его молодости, как он встретил свою жену, все какие-то перипетии, которые проходили с ними в течение жизни. И знаешь, и такое ощущение возникает, ну, может быть, фильм всегда чуть-чуть что-то утрирует, как будто бы почти два разных человека. С одной стороны, мы видим, ну, молчаливого, трудолюбивого шведа, молодого парня, который что-то делает, 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 и видим одинокого, постоянно брюзжащего, ворчащего старика. Это интересно, вот это вот само соединение двух ипостасей, оно создаёт, очень интересное ощущение создаёт. Я думаю, что мы-то в своей жизни обычно, ну, у нас же нет такого дополнительной опции в голове, там, ещё одну картинку запустить. Это, наверное, какое-то такое ментальное усилие должно быть. Понимать, что, да, это вот человек, который прожил жизнь, и у него разные были в жизни этапы, и сейчас он, может быть, в каком-то более уязвимом положении, чем раньше. Да, да, и здесь очень важно настроить вот в этом общении, если действительно человек раздражается и как-то пытается и делать замечания, и, может быть, неуместно, постараться не конфликтовать. То есть здесь вопрос и там перевести в шутку, ну, да, не всегда это удаётся, где-то пропустить мимо ушей, ну, вот попытаться не, как есть сленг, и не вестись на провокацию. Да, да, да. И ещё один момент, о котором ещё важно сказать. Важно пожилым человекам сострадание, а не жалость. А в чём разница? Сострадание – это отношение на равных. То есть я сострадаю, но при этом я признаю, что ты и мог, и можешь, и таким образом я сохраняю чувство твоего достоинства. Жалость – это отношение вот как к немощному, больному, я за тебя всё сделаю, ты не способен. И вот в отношении это очень чувствуется, вот есть ли сострадание, либо жалость. А жалость – это как бы, если хочешь, вот как отношение, как к маленькому ребёнку. То есть я такой большой, сильный, здоровый. Да, а ты тут такой слабый, уже старый. А сострадание – это когда мы два человека в разных ситуациях, у каждого свои какие-то вызовы, какие-то сложности, проблемы, и мы вместе, тем не менее, что-то пытаемся делать. Да, да, сострадание на равных, сострадание на равных. Итак, я смотрю, значит, вот мы три пока выделили момента, которые вызывают сложность. То есть первое – это некая кажущаяся навязчивость. Это связано с тем, что человек испытывает дефицит внимания. И здесь, с нашей стороны, самая лучшая реакция – это такое превентивное внимание. Когда ты не… Ну, просто считаешь это своей инициативой. Когда ты действительно… И здесь действительно, вот мы вопрос задали, обязательно ли это приятно, там неприятно. Иногда это просто нужно делать. Нужно звонить, нужно спрашивать, нужно включать человека в процесс принятия каких-то решений, чтобы он не чувствовал себя одиноко. Это правда неприятно быть заброшенным. Второй момент – раздражительность. Она бывает связана с плохим физическим состоянием, с той самой переоценкой каких-то событий в жизни, которые были. И здесь нужен определенный запас понимания. Да. Какие-то вещи просто необходимо игнорировать. Третий момент – это сострадание, не жалость. Не в смысле, что я тут старенького, убогонького. Да, человек… У кого-то что-то болит одно. Может быть, у человека, который сейчас находится в пике карьерных войн, свои болячки – это те самые переживания, которые есть на работе. У человека, который в возрасте, его переживания в большей степени связаны с его здоровьем. И то, и другое – это те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, которые можем вместе решать. Итак, друзья, в прямом эфире передача «Формула семьи». Мы сегодня говорим об отношении к пожилым родственникам. Вопрос, обращенный ко всем нашим радиослушателям. Почему бывает сложно общаться с пожилыми людьми? Как нам найти контакт? И наоборот, когда вопрос, обращенный к тем, кто уже находится в том самом зрелом возрасте, что вам доставляет сложность в общении со своими взрослыми детьми? Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь. Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира – 8 800 333 1706. Итак, мы говорим об отношении с пожилыми родственниками. Да, и о чем еще важно помнить и что важно предпринимать. Пожилым людям необходимо, ну это связано несколько с инициативой общения, но пожилым людям важно больше впечатлений. И какие-то возможности им хорошо показывать, то есть чем они могут еще заниматься. И всячески поощрять, чтобы пожилой человек находил себе интерес в чем-то. Причем я знаю, люди зрелого возраста, они начинают и заниматься бальными танцами, и начинают петь в хоре. И, ну, шить-вязать – это понятно, но я говорю о каких-то активных таких увлечениях. Кто-то занимается вот в огороде, в саде. Ну, действительно, ведь я так смотрю, многие люди не ведут активный образ жизни, потому что, ну, нет идеи. Да, 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 кто-то шьет и вышивает. Да, я как-то был вот, тоже меня по всяким рабочим моментам закинуло в такую далекую экзотическую страну, как Сингапур. И там, знаешь, ну, там небоскребы, все такое. Но одно из самых ярких впечатлений было связано не с этим. Одно из самых ярких впечатлений было связано с прогулкой. Как-то мы вечером шли уже после всех рабочих моментов. И смотрю, в небе какие-то огоньки мелькают. Что такое? Что-то странное. Подошли поближе. А это такие пожилые дедушки китайцы запускали, как называют, радиоуправляемых змеев. То есть, есть самолетики, а здесь они выглядят как такие воздушные змеи. Ну, тоже они летают с моторчиками в такой яркой иллюминации. И вот они там этих змеев по воздуху гоняют вечером, где-то может 9 часов вечера, все это красиво смотрится. Мы подошли, они еще начали так чуть-чуть на публику играть. То есть, всякие эти начали петли Нестерова выделывать змеи-самолетики. Было любопытно. Было любопытно. Они еще китайцы, у них такие лица... Бестрастные. Бестрастные, да. Но видно, что все равно они получают удовольствие от того, что они делают. И от того, что обратили внимание туристов на себя. И как-то я подумал, что я практически не могу себе представить эту картину в российской реалии. Наверняка что-то есть. Люди что-то делают. Безусловно, я не хочу сгущать краски, но что-то в этом было, не знаю, обезоруживающее, подкупающее. Я думаю, это то, чего не хватает часто. Чего не хватает часто. Я не думаю, что их пожилые люди как-то сильно отличаются от наших. Это какое-то внутреннее разрешение, может быть, да? Может быть, какая-то, не знаю, реакция общества. А может быть, ну и ее, эту реакцию общества. Да. Ну и здесь можно вспомнить наших бурановских бабушек, которые вот... Покорили весь мир своими выступлениями. Да, покорили весь мир. Да, и пели. Нет, сейчас вот именно как вот и в начале передачи мы стали говорить о том, что активность стала выше, но все равно пожилому человеку нужна поддержка со стороны своих детей, со стороны внуков. И, кстати говоря, вот когда семья находится в этом периоде, вот есть три поколения – бабушки, их взрослые дети и внуки-подростки. Вот интересно, что в нашей культуре часто пожилые люди кооперируются с подростками. То есть это у них вот такое... Банда. Банда, да, и где-то и подростки заботятся о них, то есть когда приходят из школы, то там идут в аптеку, в магазин, если проживают вместе или даже не вместе. А бабушки, дедушки со своей стороны там могут и денег немножко подкинуть, и как-то вот, если там попозже пришел, чем велено, прикрыть какие-то моменты. Поэтому вот это, мне кажется, очень такой важный ресурс в отношениях. Это вот... То есть не кричать там, да куда ты уже старая там или старая, куда ты полез там, полезла. Наоборот, поддерживать людей в их увлечениях, в их каких-то даже, может быть, небольших авантюрах. Да, и здесь, когда, например, бабушка или дедушка просят что-то поставить на компьютере или что-то объяснить, то не нужно сразу раздражаться, как это, помнишь, было... Не надо на меня смотреть выразительно. А я не смотрю на тебя выразительно. Мне вспоминается шутка, что объявление в интернете, кто не психованный, может объяснить вопросы, связанные с интернетом, маме двух программистов. Поэтому... И вот здесь действительно вот эта кооперация подростков с пожилыми бабушками и дедушками, она может быть на пользу и тому, и другому. И вот это важно использовать, это важно понимать вот этот момент. И, соответственно, вот инициатива, чтобы подкинуть бабушке, дедушке, папе, маме вот эту идею, чем, может быть, заняться, куда-то вытащить, может быть, в театр, может быть, какая-то поездка, может быть, ещё что-то, вот это очень важно. Потому что это и забота, и впечатление больше пожилому человеку, и это вместе, и забота не свысока, а именно вот вместе. Да, то есть это не отношение, опять же, здорового к больному, это отношение двух взрослых, по-разному здоровых людей. Да, ну и хотелось бы отметить, что мы вот здесь всё обсуждаем, и, конечно, отношение детей и родителей, особенно в пожилом возрасте родителей, может быть разным. И сейчас я говорю скорее о травмах детства, когда вот уже взрослый ребёнок носит что-то в себе, он не может простить. И это, конечно, влияет на отношение вот к пожилой матери или к пожилому отцу. И вот здесь, конечно, очень важно прощать, то есть здесь очень важно уже что-то делать с собой во взрослом состоянии, не знаю, идти к специалисту, эти травмы как-то озвучивать, осознавать, отпускать, горевать о них. И таким образом вот отношения могут наладиться, потому что всё равно, если человек это в себе держит, это транслируется и это вылезает, ну если хотите, вот в разных каких-то мелочах, и пожилой человек это чувствует. Вот. И для того, чтобы отношения стали лучше, здесь уже… Нужно всех этих тараканов разбудить и разобраться с ними. Да, да, да. Потому что если этого прощения не произошло, то тут может накладываться чувство вины, что вот пожилой родитель, и да, мне больно, но при этом я веду себя тоже не очень с уважением и с любовью. И накладывается чувство вины, и это потом затрудняет отпускание, когда пожилой родитель умирает. И вот это переживание о горе, ну то есть там накладывается очень много вопросов, с которыми всё равно потом придётся разбираться. И лучше это делать, пока родители живы, пока можно не воображаемому отцу-матери писать письмо, или там какие есть ещё практики психотерапии, а с живым человеком пообщаться и прийти к примирению к каким-то точкам над «и». Итак, дорогие друзья, в прямом эфире передача «Формула семьи». Мы сегодня говорим о сложностях, которые возникают в отношениях с пожилыми родителями и наоборот. Собственно говоря, какие сложности бывают у детей, какие сложности бывают у родителей. И мы, собственно говоря, с вами перечислили здесь несколько моментов. Дополнительная ещё поддержка в увлечениях, дать понять своим родителям, что жизнь не кончилась. И если наоборот они проявляют какую-то инициативу, то только поддерживать. Это пусть в горы лезут, пусть с парашюта прыгают, лишь бы было ощущение драйва жизни. И с другой стороны, почему нет? Да, и можно с ними вместе. Потому что они значительную часть жизни потратили на то, чтобы нас вырастить. Пусть повеселятся. Да, и, кстати, если мы идём в горы и прыгаем вместе с ними, то это сейчас может наладить с ними отношения больше и вывести на тот уровень, чего не было, может быть, раньше. Ну, кстати, вот у меня с мамой отношения сейчас лучше, чем когда мы были маленькими. Просто потому что тогда, ну, во-первых, всё равно, не знаю, ну, всё равно вот эта разница поколений тогда ощущалась острее, чем сейчас для меня. Потому что сейчас мы можем говорить действительно на равных. Мы можем говорить об одних и тех же темах, об одном и том же спорить, одним и тем же увлекаться. А тогда же всё-таки она нами занималась. Это было... Я в детстве достаточно много болел ещё плюс ко всему. В общем, такой был вот достаточно хлопотливый, требующий много энергозатрат процесс. Да, сейчас можно говорить как два взрослых человека. Два взрослых человека, да. Ну что, напоминаю, телефоны прямого эфира и возвращаемся через буквально несколько секунд. Сердцу не прикажешь? Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семье». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. В прямом эфире передача «Формула семьи». Мы сегодня говорим о том, как строить отношения с пожилыми родственниками. Да, и здесь, конечно, вот я не сказала, очень важно держать руку на пульсе относительно их физического здоровья и относительно заботы физической. Потому что часто пожилые люди, они, так как физическое самочувствие становится хуже, то болит, ну, пускай болит. Ну, то есть... У нас один казус такой был. Грехова одна женщина в гости тоже в Петербург. Ну, она такая бодрая, спортивная. В целом, с активным образом жизни. Это, кстати, как раз ее пример для меня был очень удивителен. Она защитила свою докторскую степень. Ну, она сама американка, вот то, что у них называется PHD. Как раз уже, когда вышла на пенсию. То есть у нас как-то никто даже не думает в эту сторону. И вот для меня был очень интересный пример. И действительно, почему бы... Хорошее время для защиты кандидатских и докторских степеней, когда у тебя есть свободное время, ты, пожалуйста, вот, занимайся сколько хочешь наукой, в свое удовольствие. А у нее не было до этого времени, была семья, занималась детьми. А сейчас время появилось, почему бы не защититься. Хорошая мысль, хорошая идея. И мы гуляли по городу. И здесь есть один такой аттракцион в Петербурге. Это колоннада Исааковского собора. И там, в общем-то, пешком идешь достаточно высоко. Пешочком. И мы как-то так тоже сказали, ну, давай, пойдем. И она согласилась. И я чуть не стал ее отговаривать. Ну, в общем, забрались мы, конечно, туда. Но это было и то еще приключение для нее. Потому что было тяжело, действительно тяжело. Да. И часто бывает, пожилой человек просто неадекватно оценивает свои возможности физические. Слушай, а как вот здесь отделить вот тогда, чтобы это было не жалостью? Ну, здесь я скорее о действиях, о том, что прислушиваться, когда говорят, что-то побаливает. То есть воспринимать это серьезно? Да, воспринимать это серьезно и лишний раз вот поинтересоваться, что да как. А если есть какие-то ограничения объективные по здоровью, например, человек очень плохо слышит или плохо видит, то здесь, конечно, требуется много действий для организации пространства в принципе. Ну, то есть чтобы это было организовано, квартира таким образом, чтобы человеку было удобно и безопасно. Потому что там мне рассказывали, как стало ухудшаться зрение у пожилой мамы. И она думала, что она… А еще такие вот плиты старые газовые. Она думала, что газ выключила. Она, наоборот, включила другую комфорку. И чуть не закончилось все плачевно. Но там вовремя как-то она там спохватилась. Поэтому вот это немаловажный момент. То есть учитывать, прислушиваться. Учитывать, прислушиваться, да. И как с маленькими детьми окинуть критическим взглядом квартиру пожилого человека с тем, чтобы колющие предметы убрать. Ну, это уже шутка. Но я имею в виду, чтобы было безопасно и удобно. Что если, например, действительно плохо видят, чтобы там, например, как-то мебель стояла так, чтобы пожилой человек не натыкался с приборами. Ну, то есть… Ну, да. То есть эти все вещи нужно просто понимать и включать в перечень безопасных мер. Да, хочется сказать взрослым детям. Так, вспоминаем, когда дети были маленькими. Как думали про безопасность квартиры? Вот здесь то же самое, только с точки зрения пожилого человека. То есть… Да, еще какие-то моменты? И, как я уже говорила, но вот я повторю, мне кажется, это важный момент. Принимать вот пожилых родителей такими, какие они есть. Не перевоспитываться. Ну, в общем, это в отношении до детей не всегда эффективно. Да. В отношении самих себя редко работает. А в отношении человека, который жизнь прожил, это вообще несколько абсурдно. Да, но, тем не менее, опять же, мы судим именно со своей позиции. Исходя из своих собственных ощущений. Да, своих собственных ощущений. Нам как-то кажется, что, ну, раз так, то тогда, ну, почему же он там, я не знаю, не идет в горы, не прыгает с парашютом или там еще что-то. Потому что, например, вот мы сказали с тобой давать человеку идеи для развлечения, там, социальной активности. Но здесь важно понимать, и человек может отказаться, потому что у него нет сил. И он действительно предпочет, например, полежать на диване. И как я разговаривала с одной женщиной, она ученой, и там я ей предлагала лекции почитать. Ну, она вот зрелого возраста, она говорит, вот даже не знаю, вот что ж такое выбрать-то. И хочется так вот к тебе в Питер приехать, ну и на диване полежать. Поэтому вот здесь это может быть отказ, и его важно принимать и искать другие способы, или может что-то человеку, что-то человека вдохновит. Ну и, кстати говоря, здесь немаловажный момент. Если человек от всего отказывается, если он как-то вот постоянно дома, постоянно вот не хочет общаться, то да, возможно, может быть и депрессия. То есть это тоже не стоит сбрасывать. И тогда очень важно обращать внимание и поддерживать пожилого родственника, родителя. И всячески как-то искать этот контакт, чтобы помочь выйти на более позитивное настроение. Ну да, вот та, скажем, одна из основных вещей, которые я для себя услышал, по крайней мере, в течение этого эфира, состоит в том, чтобы учитывать. С одной стороны, учитывать реальность, в которой находится уже зрелый человек, физическое состояние здоровья, какие-то особенности социального окружения. Но в то же время избегать отношения жалости, отношения свысока. Именно продолжать выстраивать партнерские, равные отношения. Собственно, это, говорят, даже с детьми надо так себя вести, да. Даже с детьми избегать высокомерного отношения. Ну, хотя тут есть свои нюансы, но тем не менее, там уже, по крайней мере, с подростками. А если говорить уже о родителях, о тех людях, которые обладают огромным опытом, огромным багажом, вообще в книге притчи, в Библии есть такие слова, и это также еще даже среди заповедей Моисеевых, то есть, почитается и мать, и будешь долголетен на земле. И я думаю, что в этом есть, ну, можно в этом усматривать какой-то, не знаю, там, мистический смысл, да, что если ты будешь почитать, то в жизни все как-то будет налаживаться. Но мне кажется, в этих словах есть прагматическое значение. Да, совершенно верно. Прагматическое значение, потому что ты присоединяешься к опыту других людей. То есть, тебе не нужно все выдумывать заново, там, начинать все с чистого листа. Ты можешь слышать людей, которые жизнь прожили. Это, может быть, очень важный, очень уникальный опыт. Да. Не обязательно ведь только свои ошибки или только свой опыт приобретать. Можно как раз пользоваться. И когда ты вот это слушаешь, ты тем самым к этому опыту присоединяешься. Безусловно, да. И здесь вот, кстати, интересно, я всегда с большим вниманием и с жаждой слежу за фильмами, которые рассказывают о поживых людях. Мне почему-то интересно. Вот у меня один из любимых, это фильм Давида Линча, простая история. Про дедушку, который решил уже в возрасте, когда ему запрещено было водить машину, помириться со своим братом и едет там. И там на газонокосилке к нему через всю Америку. И там много таких простых историй. Ты понимаешь, что вот пример, мудрость, то, что люди в своей жизни накопили, это то, что нужно ценить, это то, за что нужно хвататься. И, может быть, это поинтереснее, чем какие-то более яркие, динамичные разговоры. Ну что, спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо большое. Что слушали нашу передачу. Пожалуйста, пишите свои отзывы в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке. Всегда будем очень рады обратной связи. И до встречи через неделю. До свидания.